Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Жанна Ситхан и коротко о главном. Был страх заражения, беременности. 280 дней расследования. Алматинка рассказала об изнасиловании и пожаловалась на очень медлительных следователей. Спросить таксистов, которые год практически назад видели, проезжающих подозреваемого и пережившего насилие. Что отвечают на обвинения жертвы в полиции? Приняли за педофилом. Пьяного гостя избили жителей Алматинской области. Чем закончится история для тех, кто пошел на самосуд? Больше 15 лет без документов прожила жительница западного Казахстана. Когда мы сюда приехали, мне выдали вид на жительство, но срок этого документа уже давно прошел. Кто мешал иммигрантке получить заветный бирюзовый паспорт? Пострадавшая от изнасилования Алматинка пожаловалась на бездействие прокуратуры Мегаполиса. Инцидент произошел еще в марте прошлого года. Однако расследование до сих пор не завершено. Девушка боится, что насильник таким образом избежит наказания. Репортаж Анары Нуртазиной. Инцидент произошел 8 марта прошлого года. 22-летняя Элина встретилась с подругами в кафе. Там к ней подошел дальний знакомый. Он предложил угостить коктейлем. Выпив его, девушка почувствовала сильное головокружение. Чуть выпила, почувствовала странное алкогольное опьянение. Но мы с подругой решили, что поедем домой. Начали вызывать такси. Он предлагает, он услышал, что мой дом рядом находится. Говорит, мой тоже, недалеко от тебя. Давайте тогда разделим поездку на троих. Я говорю, ну ладно. И в итоге он вызвал такси на три адреса. Но как только мы довезли подругу, я уже была не в состоянии. Он, оказывается, отменил такси и вызвал новое на свой адрес. Воспользовавшись алкогольным опьянением девушки, мужчина надругался над ней. А наутро запер ее в квартире и уехал на работу, рассказывает пострадавшая. Очнувшись, Элина увидела кровь на теле и биоматериалы насильника на своей одежде. Заметили кровь. Потом, когда судебно-медицинская экспертиза показала, что два надрыва кровоизлиянием одно. Ну и все остальные, да, свидетельства. Поехали в больницу, потому что был страх заражения, беременности. Алматинка написала заявление в полицию. Там приступили к расследованию дела. После отправили его в прокуратуру города. Но спустя почти год до суда дело так и не дошло, говорят правозащитники. Прокурор отправил дело на доследование вместо суда. Причина доследования сомнительна. То есть опросить таксистов, которые год практически назад видели, проезжающих подозреваемого и пережившего насилие, и узнать, что, что и как. Непонятно, почему именно оно так замедлено в производстве. Потому что есть прямые доказательства, есть ряд свидетельств, которые указывают на несогласие в половом акте, указывают на конкретного человека, подозреваемого. И пока непонятно, почему вместе с этими доказательствами дело еще не отправлено в суд. В прокуратуре Алматы на официальный запрос журналистов пока не ответили. В полиции же рапортуют, проводится досудебное расследование. По данному факту управлением полиции Медведевского района проводится досудебное расследование. В рамках производства проведены необходимые экспертизы. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств дела. Все время, что идет расследование, подозреваемый находится на свободе, говорит Элина. Девушка боится, что из-за затянувшегося следствия он избежит наказания. Анара Нуртазина, Осет Елембаев, Астана Таймс, Алматы. Самосуд над пьяным мужчиной устроили жителей села Шамалган в Алматинской области. Последние заподозрили молодого человека в педофилии, за что они его без выяснения обстоятельств избили и сняли это на видео. По словам автора ролика, 25-летний мужчина домогался маленькой девочке. Жители села Шамалган, этот парень педофил, запомните его лицо хорошо. Мы его поймали на улице Сункар, говорит, что он казах, но не может и два слова связать. Так что будьте осторожны. В итоге выяснилось, что это совсем не так. Как оказалось, мужчина приехал в гости из соседнего района. Будучи пьяным, вышел на улицу и решил перейти дорогу. Сократил свой путь и зашел в чужой дом, который не огорожен забором. Неизвестного испугалась маленькая девочка, на ее крики вышли родственники и расправились с ним. Затем сучане сдали избитого полицейским. В настоящее время процессуальная проверка завершена. Причастность гражданина к совершению уголовных правонарушений не установлена. Отметим, что последний от подачи заявления отказался. Данный факт также зарегистрирован в районной полиции. В отношении Риксос-Вотер-Уолл-Токтау могут возбудить административные дела. Об этом заявили в Комитете экологического контроля. По словам чиновников, отель заподозрили в загрязняющих сливах в озеро Караколь. Превышение допустимых норм опасных веществ показали результаты лабораторных исследований, взятых экологами. Назначена внеплановая проверка. В ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам сбрасываемых в озеро Караколь. На основании этих данных инициирована проверка, неплановая проверка Риксос-Афтау. По завершению всех проверочных мероприятий, в отношении нарушителей, по выявленным нарушителям, будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела. Кстати, ранее на отель уже налагали штрафы за подобные нарушения. Два года назад руководство гостиничного комплекса заплатило 76 миллионов тенге. В компании же объяснили слив грязной воды. Уверяют, что это уже очищенные источные воды. Под большим давлением, когда несколько кубов выпускаешь, оно все поднимает. Мы тоже как за проверку соответственного органа, который пусть придут, возьмут анализы. Мы свои документации дадим, и чтобы как справедливое расследование было, чтобы мы готовы сотрудничать со всеми. Напомню, ранее в социальной сети облетел видеоролик, где из-за Риксос-Ватер-Уолл-Тактау в озеро Краколь сливается черная вода. Примерно в этот же период на водоеме погибли свыше 800 лебедей. Магисталские общественники считают, что между этими двумя событиями есть связь. Однако чиновники уверяют, что птицы умерли от птичьего гриппа. Елка за 52 миллиона тенге упала на главной площади Павлодара. Зеленую красавицу снес ветер. Минувший ночью его скорость достигала свыше 30 метров в секунду. К слову, искусственное дерево усыновили только в этом году. По словам чиновников, главные новогодние украшения города убирают к 15 января, так что недостояла на свой срок всего пару дней. При падении конструкции никто не пострадал. На место выехали Аким города и компетентные службы. Елка будет демонтирована и определена на охранение. Основная ее конструкция не повреждена. Деформирована лишь часть элементов, которые восстановят. Елка будет использована и в дальнейшем. Отмечу, минувшим вечером в Павлодарской области разбушевался настоящий ураган. В трех зданиях сорвало кровлю. Несколько районов города остались без электричества. В военно-ульском сельском округе пропал пастух. Мужчина вышел, чтобы пригнать скот. Его искали 13 часов. К счастью, нашли живым. В ходе аварийно-спасательных работ у нас порядка 8 человек. И двое эти были спасены. И четверо человек было эвакуировано. И у нас было отключение электроэнергии в шести районах. И в городе Павлодаре. По городу Павлодар восстановительные работы завершены. По шести районам восстановительные работы продолжаются. Это порядка 32 населенных пунктов. Мы не намерены навсегда оккупировать газу. Об этом заявил премьер Израиля Бениамин Нетаниахо перед началом процесса поиску ЮАР в суде ООН. Политик подчеркнул, что все военные действия направлены против боевиков в Хамас. А бойцы армии и обороны Израиля делают все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения. В частности, израильские военные постоянно предупреждают гражданское население переместиться в более безопасные районы. Отмечу число погибших в секторе Газа за три месяца с начала конфликта достигло 23 357 человек. Я хочу внести абсолютную ясность по нескольким моментам. Израиль не намерен навсегда оккупировать газу или вытеснять ее гражданское население. Израиль борется с террористами Хамаса, а не с палестинским населением. И мы делаем это в полном соответствии с международным правом. Напомню, сегодня Международный суд ООН в Гааге проводит первое слушание по иску ЮАР против Израиля о геноциде в секторе Газа. На 80 страницах обвинительного заключения приводятся рассказы очевидцев, заявления ООН и отчеты, свидетельствующие, что Израиль осуществляет геноцид против палестинского населения. Также в документе содержатся и публичные речи израильских чиновников, в том числе со стороны господина Нетаньяху о том, чтобы сделать газу навсегда непригодной для проживания, упоминания палестинцев как людей и животных и многое другое. В рамках иска официальный Йохансбург добивается того, чтобы Израиль прекратил все боевые действия в секторе Газа, а также выплатил компенсации пострадавшим палестинцам. Особый упор делается на то, чтобы доказать действия Израиля выходят за рамки самообороны. Это и большое число погибших, принудительное перемещение, прекращение поставок продовольствия и нападение на больницы. Тель-Авив все обвинения отрицает. Окончательный вердикт суда будет вынесен в течение нескольких недель. Столицу Папуа-Новой Гвинеи, порт Морсби, захлестнули беспорядки и грабежи. Жителям рекомендуют не покидать свои дома. На этих кадрах толпа местных спокойно обворовывает супермаркет. Преследования никто не боится, поскольку в городе не работает ни один полицейский. Стражи порядка вышли на беспрецедентную забастовку из-за необъяснимых отчислений из заработной платы. Позже власти объяснили вычеты с боем системы начисления и пообещали, что все невыплаченные деньги начислят в полном объеме. К слову, средний оклад полицейского в стране составляет порядка 450 долларов в месяц. Однако последние выплаты были в разы меньше от 50 до 160 долларов. Отсутствие дисциплины в полиции недопустимо, как и в обороне и в исправительных учреждениях. Я приношу извинения бизнесу и владельцам недвижимости за убытки. Все это результаты гражданских беспорядков. Правительство рассмотрит некоторые меры по оказанию помощи. Польша разделилась на два лагеря из-за ареста двух экс-чиновников и депутатов правящей партии. Одни считают, что бывшего главу МВД и его зама задержали незаконно. Другие полагают, что Мариуша Каминского и Мачия Вонсик взяли под стражу не зря. При этом нынешний президент Анджей Дуда тоже не одобряет их арест и заявил, что приложит все усилия для их освобождения. Напомню, накануне польская полиция задержала Каминского и Вонсика прямо в президентском дворце, куда они пришли на церемонию назначения советников главы государства. Их признали виновными в превышении полномочий по делу, касающемуся событий 2007 года. В 2015 году президент Дуда амнистировал политиков, однако нынешние польские власти заверяют, что глава государства не имел права этого делать. Я думаю, что лагерь правых не прав. Я всем сердцем поддерживаю новое правительство и считаю, что арест двух бывших министров, которые оказались преступниками, был правильным решением. Я негативно оцениваю действия правительства. Я думаю, что нет курса на единство, объявленного нынешним премьер-министром. Я даже близок к мнению, что это государственный переворот. Двоих иностранцев с контрабандой на 35 миллионов тенге задержали в Костанае. Они завозили из России курительные устройства под видом товаров народного потребления. К тому же без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость. Продавали незаконную продукцию больше года не только на территории приграничной области, но и за ее пределами. При очередном завозе и сбытии крупной партии вейпов мужчин задержали. Приговором суда наказали их только штрафами. В период с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанае выпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения. Приговором суда Рябчиков и Лейкин признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены к наказанию в виде штрафа. В каждом четвертом образце мяса птицы на казахстанском рынке выявлено превышение вредных вещей. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, отвечая на вопрос депутатов о качестве продуктов питания в Сенате. Более 62 декларации соответствия отменены. Это декларации, дающие возможность реализовывать большие партии продукции. И если депутаты интересовались качеством продуктов питания, то журналисты спросили министра о ценах. В частности, об отмене госконтроля на социально значимые товары. Отвечал Шаккалиев многословно и долго. Если подытожить, контролировать будут, но по-другому. Не отменяется никакой госконтроль. Отменяется элемент этого контроля, который на сегодняшний день не актуален. В связи с тем, что а. функции переданы нашему министерству. Б. анализ проводится не путем опроса. А вот почему импортные продукты на казахстанском рынке дешевле отечественных, глава Минторговли ответить конкретно не смог, сославшись на жизнь и рыночную экономику. Вопрос, знаете, шире некуда. Вот надо по конкретным позициям смотреть, конечно. Это жизнь, экономика. Вы же не можете в рыночной экономике директивно говорить ценам. Вот ваш низ, вот ваш верх и так далее. Поэтому какие-то виды продукции, но это же элементарно. Эффект масштаба. Мы же не можем там китайский, например, легпром сравнивать с нашим. Ну это же не сопоставимые вещи. Поэтому какие-то позиции дешевле, какие-то дороже. К слову, некоторые отечественные производители не могут найти себе место на казахстанских прилавках. Этот факт Шакалиев признал. Но отверг промысел так называемой базарной мафии, добавив, что если что, вдруг они с коллегами быстро разберутся. Говорить о том, что сегодня присутствует какая-то группировка на местах торговли, мы не можем это говорить. Потому что, если такие факты есть, то я вам открыто скажу, с любой группировкой мы быстро разберемся. Я не буду говорить, что такого не бывает. Бывает не по причине того, что там кто-то в группировке, а по причине того, что это недобросовестная конкуренция происходит. Министр также отвергает факт присутствия перекупщиков на рынках. Яна Гладкова, Нуржан Махмудов, Алмаз Желубаев, Астана Таймс. Эфир продолжит Ергали Рамазанула с авторской рубрикой «Экономика». С новостями экономики в ближайшие несколько минут вас познакомлю. Я, Ергали Рамазанула. Новое жилье дорожает, а вторичное дешевеет. Это следует из свежих данных Бюро над статистики. За прошедший год дома и квартиры в новых домах выросли в цене почти на 3,5%. Что касается вторичного рынка, там жилье стало дешевле на 3,7%. Аренда показала небольшой рост, менее 2%. В декабре казахстанцы активно обзаводились собственными квадратными метрами. По сравнению с ноябрем показатели увеличились почти на 20%. Всего за прошлый месяц заключено почти 38 тысяч сделок купли-продажи. В Сенате обеспокоены ситуации с казахстанскими компаниями, которые производят лекарства. Депутат Жанна Осанова отметила, производители регулярно жалуются на то, что предельные цены на препараты формируются непрозрачно. Кроме этого, фармкомпании вынуждены ежегодно проходить регистрацию или перерегистрацию утвержденной цены. В результате создалась ситуация, когда производители, несмотря на то, что их устраивают предельные цены прошлых годов, вынуждены ежегодно проходить процедуры перерегистрации цены со всеми вытекающими сложностями в виде сбора всех требуемых документов, потери времени, бюрократической волокиты, финансов и так далее. При этом в кодексе РК о здоровье народа и системе здравоохранения отсутствует обязательность ежегодного утверждения предельных цен. Коротко о происходящем за пределами страны. Рекордное повышение цен в Аргентине вынуждает местных жителей отказываться от мяса. Виной всему инфляция в 200%. Это один из самых тревожных показателей в мире. Зарплаты и пенсии не успевают за таким быстрым удорожанием. Люди не могут закрыть базовые потребности. Простые аргентинцы больше не зовут друг друга в гости. Традиционное для этого сезона барбекю пока отложили до лучших времен. А пока более 40% населения страны живет за чертой бедности. И это только официальная статистика. Раньше посиделки с друзьями и родственниками за барбекю доставляли мне колоссальное удовольствие. Но сейчас это просто невозможно. Каждый день тяжкий выбор между мясом и овощами прокормить семью из шестерых людей непросто. Мы исключили все те продукты, которые делали нашу жизнь чуточку ярче. Я уже стара и мне жаль, что я скорее всего уже не увижу свою страну в рассвете. Ну и напоследок вернемся в Казахстан, а точнее в пункты обмена валют. Средний курс доллара на сегодня составляет 456 тенге, плюс-минус 50 тен. Евро слегка перешел отметку в 500, а что касается российского рубля, то его можно приобрести в среднем за 5 тенге, 15 тен. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Казахстан 100 тысяч автомобилей в год планируют выпускать в Кустанайской области. Об этом стало известно из доклада главы региона президенту Касымжимарту Тукаеву. Кумар Аксакалов отметил, что благодаря инвестпроекту по сборке 30 тысяч легковушек Chevrolet на 23 миллиарда тенге в области появится 400 новых рабочих мест. Еще 70 тысяч авто будут собирать после запуска завода корейского автоконцерна Kia. Объем инвестиций составляет 90 миллиардов. Это обеспечит работы еще полторы тысячи местных жителей. Аким области доложил о социально-экономическом развитии Кустанайской области. В регионе растут объемы промышленности, строительство, сельское население активно обеспечивает питьевой водой. Также доложил главе государства о тех проектах, которые будут реализованы на территории Кустанайской области в рамках поручений президента данных в послании народу Казахстана. Было ряд поручений по подготовке к весенним полевым работам 2024 года и дальнейшей газификации области. Завод по переработке сырого газа строят в Атраусской области. По планам производства в поселке Яскине Макатского района заработает в 2026 году. Проект предусматривает комплексную переработку попутного нефтяного газа с использованием современных технологий тонкой очистки, осушки и низкотемпературной конденсации. Будущее предприятие посетил депутат Мажелиса Дюсимвай Турганов. Продукция, которая будет в последствии получена, это порядка 727 миллиардов товарного газа, 115 тысяч тонн в год производства жиженного нефтяного газа и где-то порядка 280 тысяч тонн гранулированных серы. Поэтому после реализации этого проекта, по прогнозам экспертов, намечается увеличение добычи нефти на Кашагане на 25 тысяч баррелей в сутки. Мощность завода позволит перерабатывать до миллиарда кубометров сырого газа в год. Кроме того, еще на этапе строительства объект обеспечил работой несколько тысяч человек. Проект финансируется компанией «Казахгаз» и тремя банками. 17% сероводорода, поэтому этот проект очень сложный. При переработке сера очищается и проходит 2 или 3 стадии очищения. Планируется реализация продажи в виде гранулированной серы. Можелесмен фракции «Аманат» посетил отдаленные селы Казлардинской области. Мурат Абенов провел неделю за встречами с местными жителями. Депутат выслушал проблемы трудовых коллективов. Он посетил региональный центр профсоюзов и рассказал о правах и возможностях работников, а также о работе, которую проводят в области в рамках реализации предвыборной программы партии «Аманат». Сейчас в какой аул мы бы не поехали, везде что-то строится – дорога, амбулатория, школа. Поэтому местные говорят, что если сюда будут вкладывать средства, улучшать инфраструктуру, прокладывать дороги, электроэнергию, конечно же, молодежь, которая уехала на заработки в город, будет возвращаться в родные аулы. На селе активно появляются новые рабочие места. Больше 15 лет жила без документов жительница Западного Казахстана. Венера Курбоназарова приехала в нашу страну из Узбекистана. Однако оформить гражданство у женщины не получалось, хотя не раз обивала пороги различных госорганов. Решить проблему помогли в партии «Аманат». Татьяна Рудометова продолжит. Венера Курбоназарова приехала из Узбекистана в 2009 году. Женщина с мужем и тремя детьми поселилась в Соскалинском районе. Документов у нее не было. Она обращалась в разные госорганы, но никто не мог ей помочь. Решилась проблема благодаря партии «Аманат». После того, как в населенном пункте побывала мобильная общественная приемная. Когда мы сюда приехали, мне выдали вид на жительство, но срок этого документа уже давно прошел. С тех пор прошло несколько лет, дети уже учатся в школе, но так мы и жили без документов. И только благодаря партии «Аманат» наша проблема решилась. Теперь у меня есть документы, и партийцам за это большое спасибо. Партийный проект «Халыка-Кумек» – это новшество для сельчан. Они имеют возможность обратиться со своими проблемами в мобильные общественные приемные со всех уголков приуралья. Партийцы доезжают до самых отдаленных районов области и решают многие проблемы сельчан. Растут детишки, учатся в школах, поэтому мы тоже хотим, чтобы они были настоящими гражданами нашей страны. Цель, наверное, данного проекта – это не ждать, когда придут граждане к нам. А вот мы сами выезжаем в отдаленно населенные пункты, проводим такие общественные приемные, чтобы услышать чаяние наших граждан, довести до государственных органов, совместно с ними прийти к решению и берем эти вопросы всегда на контроль. Теперь Венера через биржу труда сможет найти работу по специальности, а на детей оформить пособие. Отмечу, в прошлом году в общественные приемные партии «Аманат» только в Западном Казахстане поступило более 2000 обращений, и более половины из них решились положительно. Татьяна Рудометова, Алтынбек Ковделов, Астана Таймс из Уральска. В Алматы открылись 8 комьюнити-центров для молодежи категории НИТ, где горожане в возрасте от 14 до 35 лет могут получить консультацию по государственным программам и обратиться в Центр за психологической и юридической помощью. Кроме того, молодые люди могут интересно и с пользой провести здесь время. А для тех, кто не может трудоустроиться, есть возможность пройти специальные обучающие курсы. Через друзей я нашел курсы по маркетингу. После обучения я устроился в строительную компанию и уже два месяца работаю в ней. Основная цель этих центров – поддержать молодежь в их развитии и поиске места в обществе. В Алматы проживает более 680 тысяч молодых людей, около 7% из них относятся к категории НИТ, то есть не работают и не учатся. В рамках программы развития мегаполиса до 2025 года в ближайшее время планируется открыть еще 8 таких комьюнити. Здесь у нас имеется в одном месте собраны консультанты по трудоустройству, по обучению, по гостарственным программам. Ну и также предусмотрена каворкинг-зона. По имя этого здесь проводятся различные досуговые развивающие мероприятия, то есть определенные мастер-классы, концерты, также творческие вечера и мотивационные встречи. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова